Канал Украина представляет Тимур, береги мою дочь и вашего малыша. И Зое помогайте. Обещаю, Борис Петрович. Девочки мои. Борис Петрович, Борис Петрович, Борис Петрович. Борис Петрович, Борис Петрович. Доченька моя. Какая же она красивая. С ней все в порядке? Да. Плод развивается нормально, у вас нет ни малейшего повода для беспокойств. Но на последнее время очень много двигается, особенно по ночам. Для такого срока это обычное явление. Старайтесь побольше гулять на свежем воздухе. Возможно, ребеночку не хватает кислорода. Хорошо, будем гулять. Да, и ваша проблема с почками, она никуда не делась. Продолжайте соблюдать диету и строгий режим. Хорошо, будем соблюдать. Хорошо. Да. Ну и раздор у тебя, Наташка. Так можно и фигуру потерять. Шутка ли, восемь килограмм лишнего веса. Нужно будет сразу после родов записаться на йогу. Ой, это надо будет еще и грудью кормить. Ну ничего, мы что-нибудь придумаем. В крайнем случае, наймем кормильцу. Я вас слушаю. Я хочу купить кольцо для любимой девушки. Отлично. Сейчас вам что-нибудь подберем. Витрина с кольцами прямо перед вами. Нет, здесь у вас заводские изделия. А мне бы хотелось что-нибудь особенное. Что-нибудь в одном экземпляре. Это тоже не проблема. Мы изготавливаем вещи под заказ. Можно посмотреть каталоги, разработать эскиз. Может быть, у вас есть какие-то особые пожелания? Да нет, никаких особых пожеланий нет, но это кольцо. Хотелось бы, чтобы оно было уникальным. Потому что девушка, которой я хочу подарить, она тоже особенная. Понимаю. Сделаем вам что-нибудь эксклюзивное. У нас в Галецком ювелире лучшие мастера в городе. Спасибо. И если можно, поскорее. Дело в том, что оно у меня в положении. Хотел бы успеть сделать предложение. Леночка, заходи. Прошу. Сегодня особый день. Да? Да. Мы проверили отчетность. И выяснили, что ювелирный дом Митровелли наконец-то пошел в плюс. Мы больше не работаем себе в убыток. Невероятно. Все за такие короткие сроки? Ты просто волшебник, Ираклий. Это только начало. Мы постепенно возвращаем старых клиентов. Конечно, говорить о большой прибыли еще рановато, но я над этим работаю. Главное, чтобы все было по-честному. Никаких черных схем. А больше прибыли или меньше меня это не особо беспокоит. Не волнуйся. Я все это делаю ради тебя и нашей семьи. Спасибо. Если ты не очень занят, может пойдем вместе пообедаем? Чудесно. Пойдем. Пошел. Борис Петрович, а вот эта ваша забывчивость, она давно у вас наблюдается? Это еще во Львове началось, когда Боречка в больнице лежал. Да. Все это жизнь в большом городе. Там даже воздух ядовитый. Но ничего. Сбор, который я принес, все токсины из организма выведет. Чем дальше от людей, тем земля и растения чище. А твары тогда совсем другой результат дают. Полгода здесь сидим. Перезимовали в горах. Какой же ты живучий, Боря. Спасает тебя народная медицина. У меня скоро яд закончится, а ты только слабеешь да память теряешь. Ну ничего, ничего. Я терпеливая. Ярослав Осипович, спасибо вам огромное. Мы с Боренькой так вам благодарны за все. Ну, тогда я пойду. Где меня искать, вы знаете. Женя, может пойдем погуляем? Дорогой, но мы же только недавно вернулись с прогулки. Правда? А я не помню. Ну ничего, не переживай. Пойдем я тебя в кровать уложу. Тебе надо прилечь. Знаешь, Женя, это меня немного пугает. Как же я мог забыть, что уже сегодня гулял? Кажется, только проснулся, позавтракал и сразу Ярослав Осипович пришел. Ну не переживай, милый. Скоро все пройдет, тебе уже намного лучше. Это правда? Или ты меня просто успокаиваешь? Ну конечно, правда. С тех пор, как мы сюда приехали, ты выглядишь уже гораздо лучше. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА По-моему, очень неплохо. Неужели ко мне вернулось вдохновение? Как же давно я не получал такого удовольствия от работы. Интересно было бы увидеть это кольцо на руке девушки, для которой оно предназначено. Надеюсь, оно принесет ей счастье и удачу. Да, алмазы из Якутии дешевле и качественнее, конечно. Но этот канал, похоже, закрылся надолго. Все-таки придется возить камни из Анголы. Другого выхода нет. Разве что можем остановить контрабандные поставки. И впахивать за гроши. Уж лучше закрыть предприятие. Главное, чтобы Лена ни о чем не догадалась. Она меня проклянет. Не переживай, Георгий. Она ни о чем не узнает. Ладно. Что там по Борису у нас? Ты узнал, где он скрывается? Да пока ничего. Только удалось перехватить телефонный разговор с матерью. О чем говорили? Да так, в основном, о здоровье. Он сейчас себя очень плохо чувствует. Даже с кровати не встает. Страдает потеря памяти. Мы будем надеяться, что у женушки хватит яда, чтобы послать Борю на тот свет. Думаешь, она и утроит? А кто? Гемотоксин заказывал туда из членов семьи. А возле него только она, а все остальные во Львове. Ну, это потрясающе. Никогда в жизни не держал в руках такой красоты. Я же вам говорил, что в галлийском ювелире работают лучшие мастера в стране. Я надеюсь, вы теперь станете нашим постоянным клиентом. А кто автор этой работы? Я хочу лично его поблагодарить. Его, к сожалению, нет на месте. У него беременная супруга. И он взял выходной. Тогда передавайте ему мою благодарность и восхищение его работой. Пожалуйста, подготовьте, пожалуйста, деньги, а я упакую ваше кольцо. Скажу и так. Зоя, в тот момент, когда я впервые увидел тебя, я сразу понял, что жизнь моя до сих пор была однообразной и унылой. Ты лучик солнца, ты осветила мою жизнь. Да нет, так нельзя, слишком пафосно. Лучше сказать, что она удивительная, чудесная, замечательная. Что я мечтаю стать отцом ее будущего ребенка. Только бы она согласилась. Ах, только бы согласилась. А у Мавчанов гости. Полковник Ростенко приехал весь при параде. Цветы, торт. Такой неуверенный. Наверное, будет делать предложение. Что? Какое еще предложение? Руки и сердце. Кому? Зоя, кому же еще? Тимур, ты у меня такой недогадливый. Ты что, не в курсе, что полковник влюблен в Зою? А я бы на ее месте согласилась. Не каждый мужчина возьмет женщину замуж с ребенком. Тимур, а ты куда? Зоя, я полюбил тебя с первого дня нашего знакомства. Я прошу тебя стать моей женой. Теперь моя судьба находится в твоих руках. Такая тонкая работа. Интересно, кто сделал это кольцо? Вы у нас его заказывали или выписали из-за границы? Кольцо сделали во Львове. Так что, ты принимаешь мое предложение? Простите, я... Зоя Анатольевна, я по поводу завтрашнего совещания. Хочу уточнить повестку. Тимур Сергеевич, все наши рабочие вопросы мы решим с вами на работе. А теперь выйдите, пожалуйста. Вы меня прогоняете? Я пришел к вам по делу. У меня предложение по расширению ассортимента. Хорошо. Все ваши идеи будут рассмотрены в установленном порядке. Вы, пожалуйста, подготовьтесь, запишитесь у секретаря. А теперь не мешайте нам, пожалуйста. Ах, ну простите. Вы же тут помолвку празднуете? Наконец-то нашелся достойный претендент на вашу руку и сердце. Слушай, ты... Моя личная жизнь вас не касается. А, кстати, это кольцо сделал я. Символично, правда? Ваш избранник знает, от кого у вас будет ребенок? По-моему, пора выгнать от этого наглеца. У меня уже давно руки чешутся. Ой, на самом деле. Люба! Да что же это происходит? Пожалуйста. Я заставлю тебя извиниться. За что извиняться? За правду не извиняется. Прекратите, вы же покалечите друг друга. Того года давно пора было наказать. Дмитрий, вам помощь нужна? Я сам справлюсь. Это что-то не очень получается. Тимур! Тимур! Да врежьте ему еще раз. Слышишь ты, хама? Отпусти моего мужа. Тимур Сергеевич, что вы себе позволяете? Успокойтесь. Он ферми драку начал. Дима, отпустите его. Ну что вы стоите? Разнимите их в конце концов. Дима, Дима, успокойтесь. Вы старше и умнее. Я должен его проучить. Он слишком много себе позволяет. Да, видимо, я переоценила вашу, да? Димур, ты кто-то не пострадал, нет? Наташа, не трогай меня. Все в порядке. Как вы могли. Я не ожидала от вас такого безрассудства. Простите, не сдержался. Зоя, я понимаю, что данные обстоятельства не способствуют принятию решения, но я буду ждать ответа. Тимур, что ты творишь? Зачем ты меня так унижаешь? Чем я тебя унизил? Я совершил глупость, повел себя как дурак. Ты здесь при чем? Ты ворвался в дом к моей сестре. Ты пытался расстроить ее помолвку. Дмитрию Максимовичу пришлось идти, так и не получив от Зои согласия. Ты думаешь, Зоя согласится стать его женой? Конечно. Да, у них большая разница в возрасте. Я бы никогда не решилась на этот брак. Но у Зои есть своя, голова на плечах. Тем более, растить ребенка одной тоже нехорошо. И я бы посоветовала ей принять его предложение. Наташа, не надо ей ничего советовать. Пусть Зоя сама решает. Да не буду я ей ничего советовать. Только, дорогой, почему тебя так интересует? Что там происходит у Зои? Да не знаю я. Сам не понимаю, что на меня нашло. Я немедленно пойду и извинюсь перед ней. Не надо никуда идти. Ты только сделаешь хуже. Да, ты права. Наташа, прости меня. Я обещаю больше такого не повториться. Извини, мне надо умыться. Зря мы папы их разняли. Еще бы две минуты, и Дмитрий Максимович бы этого гада по земле размазал. Сразу видно, что у мужика армейская выучка. Не факт. Тимур моложе, и видно, что он спортивный парень. Какой он спортивный? Обычный дохляк. Так ты примешь его предложение? Он хороший человек, это видно? Я подумаю. Извините, что без стука дверь была не заперта. Зоя хотела извиниться за своего мужа. Он сейчас очень сильно раскаивается и тоже просит прощения. Наташа. Давай будем считать, что инцидент исчерпан. Зоя еще хотела поговорить с тобой. Наедине. Хорошо. Пойдем в мою комнату. Пожалуйста. Значит, Дмитрий подарил тебе кольцо. И что было потом? Что ты ему ответила? Ничего. Пришел Тимур и устроил дебош. Ты не сердись на него. Он у меня такой импульсивный. Я не сержусь. Дмитрий будет для тебя отличным мужем. Сразу видно, что он такой порядочный и надежный. Ты будешь за ним, как за каменной стеной. Наташа, я не выйду замуж за человека, которого я не люблю. Я, конечно, понимаю, что я тебе мешаю, но это еще не повод для того, чтобы ломать жизнь Дмитрию и себе тоже. И все же, Зоечка, ты бы хорошенько подумал. Твоей будущей дочери нужен отец. Вы бы переехали с ним в столицу. Наташа, я уже все для себя решила. Но если хочешь, я могу переехать из этого дома, чтобы меньше попадаться вам с Тимуром на глаза. Что ты? Ты все неправильно поняла. Я не хочу с тобой расставаться, тем более я чувствую перед тобой вину, Зоечка. И потом, мы обещали папе, что не будем ссориться и будем как одна семья. Ты приняла его предложение? Ты выйдешь за него? Нет. Катя, я не выйду за него замуж. Я понимаю, что этим отказом я причиню ему боль. Но я вынуждена это сделать. Ты считаешь, что он тебе не достоин? Да ну что ты, Катя, он прекрасный человек. Но я же не буду его обманывать. Да, он прекрасный человек. Он лучше всех. Почему именно таким мужчинам вечно не везет в любви? Катя, ты влюблена в Дмитрия Максимовича? Да какая разница? Он любит не меня, а тебя. Как же я сразу не догадалась-то. Катюша. Я, наверное, пойду. А что ты хотел? Чтобы такая девушка, как Зоя, сохла по тебе всю жизнь и никого вокруг не замечала? Тимур, какой же ты болван. Зоя, не делай этого, пожалуйста. Я с ума сойду, если ты примешь его предложение. Катюша, пойдем ко мне, я тебя на жениха погадаю. О чем тут гадать? Он любит не меня, а Зою. Тут все понятно. Деточка, ну ты нашла из-за кого убиваться. Мужик уже в возрасте. Вот небось разведенный и алименты платит. Мы тебя другого найдем молодого, красивого, богатого. Да никого я не хочу. Я люблю Дмитрия Максимовича. Что вам не понятно? Да понятно, все понятно. А хочешь я тебе скажу рецепт одного очень сильного приворотного зелья? Петя, я тебе пейте сами свое зелье. Ты сейчас дурила. Это я так, чтобы успокоить. Кать, Катюша. Ну, все должны через это пить. Ну, или почти все. У меня тоже в молодости была неразделенная любовь. И я даже с моста хотела прыгать. И ничего. Через пару лет отлегло. Спасибо, мама. Сказав про пару лет, ты меня очень сильно утешил. Господи, да почему же я такая невезучая? Спасибо. Привет. Привет. я все понял дмитрий вы вы прекрасный человек просто я не хочу вас обманывать я вас не люблю и не могу принять это предложение я совершил глупость надо было вначале узнать как ты ко мне относишься только после этого вламываться к тебе в дом с предложениями выглядел как идиот да нет давай сделаем вид что ничего не было дмитрий вы на моих домашних произвели неизгладимое впечатление маму просто влюбили и павлику очень понравились я завтра уезжаю из львова на расследование окончено и меня здесь больше ничего не держит наезд на типа мотоциклистом был признан дтп а не покушением михаил метровели сидит в тюрьме порядок в ювелирном бизнесе города восстановлен мне очень жаль терять такого друга как вы почему мы должны друг друга терять зоя ты можешь всегда на меня рассчитывать звони и пиши в любое время я буду звонить вам без всякого повода просто спросить как дела договорились скажи мне честно тебе не обижают таких ужасов начиталась про наши тюрьмы в интернете мама я с олегом в камере мы держимся друг за друга вдвоем гораздо легче миша если будут обижать обязательно напиши заявление на имя начальника тюрьмы мама ну что ты говоришь какое заявление я уже не маленький я сам могу за себя постоять то лучше расскажи как там дома дела ну как все наши передаете большой привет габи обязательно она обязательно приедет следующий раз со мной поцелуй ее от меня и передай что я очень люблю и скучаю и пашки пускай от меня привет передаст конечно передам приходите к нам еще я могу вам чем-то помочь да я пришел сюда вернуть кольцо вашей избраннице не понравилось наше изделие на нет моей избраннице не понравился и я ну тут уже ничего не поделаешь ну да а кольцо замечательное просто она мне уже ни к чему да конечно я сейчас верну вам ваши деньги вы знаете не надо возьмите его просто так может быть оно принесет счастье какой-нибудь другой девушке подождите а деньги дмитрий максимович дима подождите катюша что-то произошло как хорошо что я вас встретила мне зая сказала что вы уезжайте из города навсегда это правда поезд через 40 минут я зашел за документами прошу вас пожалуйста не уезжайте катюш вот такая умница вы честная искренняя девушка что вы во мне нашли я не знаю просто вы вы такой я люблю вас вот и все меня совсем не знаете кать я скучный угрюмый холостяк я не достоин вас вы обязательно найдете свою любовь я не хочу никого встречать я уже нашла вас мне пора катюшу извини что я доставил у тебя столько неприятных переживаний это значит что вы навсегда уезжаете и я вас больше никогда не увижу не знаю катюшу посмотрим как жизнь дальше сложится как жизнь бюре гитим Спасибо. Кеша, почему кольцо на витрине? Ты же его продал. Вернули. Не понравилась работа? С работой все в порядке. Клиент был очень доволен. И даже попросил передать тебе благодарность. А что тогда? Решил вернуть потраченные деньги? Деньги он даже не взял. Просто вернул кольцо и ушел. А, и сказал, что девушка, для которой он его купил, отказалась выходить за него замуж. Эй, тебе письмо. Положи там где-нибудь, я потом прочитаю. Не хочешь узнать, от кого? Письмо от девушки по имени Зоя. Что ж ты сразу не сказала? Здравствуй, Миша. Надеюсь, у тебя все хорошо. Ты там держись, не раскисай. Если бы я только могла тебе чем-то помочь. Я сейчас пишу эти строки и вспоминаю, как ты заботился обо мне, когда я жила у Марты в клубе. И мне было очень-очень плохо из-за того, что меня предал любимый человек. Правда, тогда ты был в образе Маши. Добрый, смешной и наивной девушки. Это, между прочим, я подсуетился. Письмо не от родственников. Можно передавать только с разрешения начальства. Что с охранника подкупить? Олежка, я твой должник. Эй, смешной ты, Мишаня-Машаня. Я до сих пор ржу, как вспоминаю тебя в костюме официантки. И как запал на тебя. Нет, ты мне объясни, что это за роковая женщина такая? Не хватало, чтобы она моих сыновей еще лбами столкнула. Георгий, ты не заводись, лучше расскажи, о ком ты говоришь. А Зои Мовчан не в брачной дочери Кравца. Тимур и Мишаков оба в нее влюблены. Бывает. Нет, ты объясни мне, что в ней такого особенного? Простая девочка, каких миллион на улицах ходит. Выбирай любую. Насколько я знаю, она очень талантливый ювелир. Кровец передал ей руководство компании, после чего дела пошли в гору. Она лишила меня последней надежды. Тимур и теперь Мишаков оба отказались от мести. Вот этого я и не прощу. Последний раз мы спали после моего дня рождения. Сколько месяцев прошло? Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Значит, она должна быть на восьмом месяце. Вроде бы все сходится. Или нет? А ты чего расселась? Как чего? Ничего. В комнату все занеси. Или мне самой эти тяжести таскать? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну что стоим? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ты что хочешь? Я же сказала тебе больше мне никогда не звонить. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я сейчас на улице по твоим домам. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ты что задурел? Я же тебе говорила больше никогда не появляйся возле моего дома. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Эй, тиша там. Не нужно так со мной, я ведь могу и обидеться. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Обижайся сколько хочешь, но больше мне не звони. Между нами все кончено. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Короче, решай сама. Или ты немедленно сейчас ко мне подойдешь, и мы спокойно все обсудим? Илья, сегодня же встречусь с твоим мужем. И о чем же ты хочешь поговорить? О нашем с тобой ребенке. Ладно, я сейчас выйду. С чего ты взял, что это твой ребенок? Я посчитал. А с чего математика? Ну переспали мы пару раз. Пару десятков раз. Это ничего не значит. Отец моего будущего ребенка, мой муж Тимур. Это легко проверить. А мы ничего не будем проверять. Еще как будем. Я уверен, что ребенок мой, и я имею на него все права. Сколько? Нет, дорогая. Ты от меня деньгами не откупишься. Артур, ты меня не любишь, я тебя не люблю. К чему весь этот цирк? Я тебя не люблю? Наташенька, принцесса моя, да я жить без тебя не могу. Я тебя обожаю, ты мне по ночам снишься. Да пошел ты. Ну и что ты собираешься делать, а? Бороться за свое счастье. Первый раз в моей практике такое. Симптомы вроде бы исчезают. А потом снова появляются, да еще с удвоенной силой. Послушайте, ну вы же сами говорили, что лечение травами это очень долгий процесс. А Борис Петрович точно никаких других лекарств не принимает, кроме тех, что я приношу? Нет, мы бы вам сказали. Ничего не понимаю. Ладно. Попробуем другой сбор. Женечка, а почему ты не приносишь мне здоровяное настое, то, что мне Ярослав Васильевич приготовил? Боренька, милый, ты его выпил уже час назад. Ты просто забыл. Как странно. Я не помню, что... Что бы ты мне его приносил? Боря, ну точно выпил. Смотри, вон пустой стакан стоит. Тогда мне лучше поспать. Конечно, поспи, милый, поспи. Останусь-ка я с вами до вечера, понаблюдая за его состоянием. Да нет, что вы, это совершенно не нужно. Ну, просто очень не хочется вас утруждать. Да нет, я останусь. Очень странный у вас случай. Никогда ничего подобного не встречал. Подожди, есть разговор. А мы разве знакомы? Сейчас познакомимся. Меня зовут Артур, фамилию мою тебе знать необязательно. Ну, дальше что? Что дальше? Короче, чтобы долго не размусоливать, я отец Наташиного ребенка. А ты здесь вообще не при делах. Ничего не понял. А что непонятного? Она тебе изменяла со мной много раз. Не удовлетворяешь ты ее как мужчина. Такие вот дела. Чушь. Послушайте, что вам от меня нужно? Вот блин. Какое же ты непонятливое. Я любовник твоей жены Наташи. Допустим. А с какой целью вы мне сейчас это все говорите? Я ее люблю и хочу вместе с ней воспитывать нашего ребенка. По-моему, ты лжец и подонок. А ты сначала проверь, а потом узнаем, кто здесь подонок, а кто быкновенный лох. Я с этим разберусь. Разберись, я подожду. Время пока еще есть. Хотя уже немного. Наташа, мне нужно с тобой серьезно поговорить. Что-то случилось? Случилось. У меня появились сомнения в том, что я отец твоего будущего ребенка. Никогда в жизни и не испытывала такого унижения. И что ждал о тебе повод усомниться? На улице меня встретил один мерзкий тип по имени Артур и заявил, что вы с ним любовники и что встречались у меня за спиной. Ты можешь это как-то объяснить? Ты говоришь, его зовут Артур, да? Ну, кажется, теперь я начну и все понимать. Значит, вы с ним все-таки знакомы? Да, знакомы. Он преподавал йогу для меня и мамы. Ухаживал за мной, пускал пыль в глаза. Ну, я сразу поняла, что это обыкновенный Альфонс. Охотник за богатыми наследницами. Я очень быстро его отшила. Даже занятие йогой пришлось закончить. Почему же, Наташа, я тебе не верю? Значит так. Сразу после рождения ребенка мы с тобой проведем ДНК-тест. И тогда... А дальше будем действовать по обстоятельствам. Почему ты молчишь? Ты согласна с моим предложением? ДНК-тест. Знаешь, Тимур, я очень долго терпела. Но это уже слишком. Я сегодня же уезжаю к родителям в Карпаты. Я не знаю, верить мне или нет, это ну Артуру. Я ни в чем тебя не обвиняю. Я просто хочу знать правду. Чем я тебя оскорбил? Заставить меня делать тест? Ты правда не понимаешь, как это обидно? Обидно и унизить? Сказал, ну лучше сразу же ты хочешь развестись со мной и идти к моей сестре суббой. Что ищешь для этого любовь? Так, пока я не буду, было бы чисто. Чего они там не поделили? Какие-то тесты собираются проводить. Внученька, куда это ты собралась? Я уезжаю к родителям в Карпаты. Тимур, объясни, что случилось. Спросите у нее сами. Наташенька, он тебя чем-то обидел? Да, бабушка, обидел. Своими грязными подозрениями. Тимур, ты очень нехорошо поступаешь. Простите, я не думал, что она отреагирует так бурно на мое предложение. А ну-ка, объясни нам, что ты ей предложил? Наташа захочет, сама все расскажет. Бабушка, я уезжаю к маме и к папе. Ну, ученька, если ты так уже захотела к родителям, я поеду с тобой. Нет, нет, что ты. Ты оставайся здесь, ты ей здесь нужней. У Зоечки сейчас большие проблемы со здоровьем, ты должна позаботиться о ней. А я уж как-нибудь без тебя справлюсь. А ты чего стоишь? А мне что делать? Собирай вещи и поедешь со мной. Да не вопрос. Поеду, куда скажешь. Любой каприз за ваши деньги. Оксана! Быстрее, можно? Наташа. Наталья Борисовна, а чемодан в багажник укладывать? Какая же ты дура, а? Ну, почему сразу ругаться? Такси вызывай. Или ты думаешь, что я на таком сроке сама за руль сяду? Наташа, что происходит? Да ничего. Хочу к родителям поехать. На природе побыть, свежим воздухом подушать. Перед родами это будет полезно. Алло, такси! К тому же нам с Тимуром хорошо бы отдохнуть друг от друга. Поссорились? Ну, да, повздорили немного. Я скажу тебе честно. Ты знаешь, в каком-то смысле тебе повезло. У Тимура очень сложный характер. И порой с ним бывает совсем не сладко. Ты знаешь, я бы с тобой тоже поехала с удовольствием проведала Бориса Петровича. Папа бы очень не обрадовался. Правда, это очень хорошая идея. Ну, Зоя, тебе нельзя надолго отлучаться из города. Тебе нужно обязательно находиться под присмотром врача. Да. Такси будет через три минуты. Доберешься до места, сразу же позвони. Хорошо, бабушка. Пока, Роза. Береги себя, дедка. Пока, Зоя. Счастливо, Наташа. Дорогой, ты как? Немного лучше. Ты так говоришь, чтобы меня успокоить, или тебе действительно лучше? Нет, нет. С тех пор, как Ярослав Осипович стал нас чаще бывать, я сразу пошел на поправку. Да уж, торчит здесь целыми днями. Можно подумать, я плохо за тобой ухаживаю. Не сердись на него. Просто очень ответственный человек. И привык лично все контролировать. О, наверное, Ярослав Осипович. Странно. Сказал, что только завтра вернется. Забыл, наверное, что-то. Наташа? Ты что здесь делаешь? Наташа? Пап, мам, я ушла от Тимура. Наверное, Inc. Гор pelha. Ты что здесь делаешь? В Detail. Пап, ты говоришь, чтобы андреагоги сиклируют? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»